друзья смотрите колярки от металли в общем аквариуме и охраняют эту икру вот эти короче вот кой от металли они вот где-то вот здесь вот листик вот здесь вот видите там личиночка я хочу туда за нырнуть час потом звук просто будет плохой покажу мы эти личинки ну и на сегодня все заберу вот 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 они вот они красавчики на самом деле какая штука что вот мы прошлый раз забрали у них же листик вот предыдущие видео было средненький он такой длинненький лежал и на нем примерно половина икры ну как бы было не оплодотворенной вот это туда забрал 10 не забирал смотрите видите целая куча они прям такие личиночки личиночки видимо вот все таки свет как бы да возможно температурный режим ну и как бы вот это все не дает развиваться каким-то болезнетворным бактериям ну и вообще как бы лучше сама по себе икра чувствует себя а может просто они взрослеют как бы до сколярочку вот они сейчас нервничают где же где же наши дети возможно даже какие-нибудь там остались пока я вытаскивал ну выпали просто и они сейчас там соберут и где-то будут значит где-то перепрячут там оставшихся детей возможно они взрослеют и это соответственно ну сама икра становится крупнее сильнее как бы ну и вообще здоровее как бы да в такой банке все-таки ну другой другая биология совершать друзья но и значит все это дело я сажу добавляем немножко убавить менять этот кран на глазки и краны и потихонечку так что стекло додеваю губочку и карапузов туда пересаживаю делаю это вот так вот без всякой подготовки поскольку это одна и так же вода там возможно паш другой более кислый ну и высаживаю со всей этой растечкой собственно говоря никакой синьки я сюда не добавляю она не нужна уже это личинки в ближайшие дни малючками станут так что совершенно спокойно наверное листики я закреплю дабы он тут не это не мотал не мотылялся по банке так вот так чтобы их было видно ну и поставлю вот туда распылитель ну вот так вот ждем значит смотрите чтоб вам показать вот это у нас первые скалярки самые такие которые мы ролик делали вот вторые и вот третий где три листика было это вот они сидят у нас тут вот ну у нас прям тут счастье при счастье дядя яша тебе придется рассказать ты увидел короче дело было так решил я отсадить самцов большой аквариум чтобы они метали в нормальных условиях ну как оказалось декорация икра так ромесы красавчики отлетались конечно непонятно какие то давай покажу так она у нас классический кругу гайф ну ё-моё это ради зрителей вот не взойдет икра зрители будут виноваты все я все сказал я поняли да сейчас синячки чуть-чуть добавим на всякий случай конечно если я видел что отец сидит на игре я бы не стал бы его откидывать но было поздно он просто сидел надо сказать что мы ну просто купили две пары в интернете я попросил человека значит мне подобрать самца и самку отправил курьера сам естественно не поехал привезли четырех рыб короче я на них смотрю и вообще не понимаю кто из них самец кто самка хотя бы он вроде должен определить по глазам кто из них кто и мы ну так вот на глаз посадили и вот пока не мы даже не знаем ну там вообще это две самки или самец ну будет видно да вот ну вот интересно что дядя я заметил а еще у нас есть пельвики хромисы может быть они тоже там сидят с этим ты не смотрел пусть сидят ну короче пельвиков будем ждать они как как будут уже когда вот они видимо смольком выйдут но все равно приятно хромисов мы посадили вот они вот сюда вот вон они там надо осваиваться в новом аквариуме вот еще один вот три штуки у нас их 4 купили одного забили или он сдох хрен его знает короче ну вот такой симпатичный это какая-то вообще помесь ли фалили с обычным хромисом как были фалили он такой поярче наверно будет мне кажется им здесь нравится они вообще даже на маловишек как за свои на самочка джексона вы меня спрашиваете откуда у нас малави я как бы не то что я противник не они не у меня там не люблю не разводить ничего как бы считаю простая рыба как бы это она для нашей воды идеально подходит с ним все их разводят кому не лень это у нас дядя яша их разводит тем более яркие синенькие джексона это не простой джексон это джексон айсберг редфин то бишь широкая полоса белая не узенькая налогная распространенная по телу редфин это красный плавничок нижний ну и ложечки там поскольку мелкие добрые живут со всеми ловицами у кого-нибудь еще посадим может алмакара каких-нибудь красивых но алмакара с джексонами в одном аквариуме держать не очень хорошо потому что не могут перекреститься поэтому или одних самцов держим или держим их в разных аквариумах вот так вот дядя яша слова то такие назвал джексон мега big big data deep state айсберг да редфин какие-то там слова такие по-русски это какой-нибудь красный там красный плавник ну вот еще вот галангатусы как-то так они называются они все прячутся прячутся они вот вот там вот короче под камнями нити вон там стоят такие как будто типом это не мы это камень вот еще малючки ну здесь вот они уже такие подросли уже это та самка которая родила прям в пакете когда ее переносили вот так же в пакете они остались и сюда приехали вот так вот ну и тут друзья мысля у нас такая была с дядей яши что если от металла тапора значит ты должна синхронно это отметать от металла вот уже вот она сидит видите обмахивает ее соответственно этот лист я тоже должен сейчас выдернуть и поместить его к тому листу но он далеко достаточно сидит я вот так вот без стула не достану пойду стул брать высоко так все не бойтесь вашим детям будет хорошо у нас здесь это тот листик вот и просто а нет я в прошлый раз на большой листок металли но он кстати не оплодворенные там есть с этими наверно лучше не мешать но сейчас подумаю что-то прям икрометные дни такие прям стабильно так ну друзья вот этот вот сюда ставим листик так чем бы его прижать прижмем мы его счастливой пирамидкой вот так вот 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 сюда распылялку так вот так вот это будет выглядеть у нас Это, наверное, закроем мы и добавим сюда синечки. Для скалярок имеет смысл именно синечкой пользоваться. Они не боятся. Иногда, ну, было несколько раз такое, что вот прям вода такая синяя-синяя была. Ну, вот так вот. То есть можно не бояться. Ну, она сейчас еще подразбавится. Но даже если прям синюю-синюю здесь сделаете. Один раз просто букву, куда столько синеньких, ну, дальше. Даже не один раз было. И ничего с икрой как бы не было, поэтому можно пользоваться. С синькой совершенно спокойно. Еще хочу сказать про полосатых скалярий. Вот про вот этих вот товарищей. Значит, вот их осталось три штуки. Было восемь, пять сдохло. Это с рынка скалярий. Но вот эти вот остались. И, скорее всего, они уже не будут дохнуть, потому что они стали расти. Вот это значительно прям рвануло в росте. Вот. И поэтому у нас еще будет вот такая вот порода полосатых скалярок. Ну, а эти что-то вот не синхронизировались с теми и пока не отметали. Будем ждать. И что-то они прям нервничают. Надо им, наверное, олофорус туда, чтобы они успокоить покушали. Ммм, олофорус вкуснятина такая. А его у нас много. Нырнем к олофорусу. Ну, давайте скалярий. Покушайте. Вот он бросил олофоруса. Что-то они вот прям нервничают. Может, тоже отметали где-нибудь там. За. Никакие. Типа мы боимся. А эти прям вот хомячат. Вот как у тебя думают, вот-вот, давай, нет. Вот сюда идти. Вот он, вот здесь вот. И она думает, что те видят червячки в этом аквариуме. И пытается оттуда. Ну, и вот эти маленькие тоже, конечно, кушают тоже олофорусов. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ну, это они прям любят. Ну, давай кушаем. А тут прям что-то пока обижим его стоит, не знаю. Я думаю, что-то... Ну, не знаю, может, они что-то действительно отметали. У них не получилось. Может быть, такой. У меня сегодня не было. Я пропустил этот момент. Вот у нас сегодня новые растения здесь. Это у нас аквариум вот такой тоже выставочный. Он будет тоже такой растительный и хинодорфный. Я правильно понимаю? Ну, хинодорф и клептокаин. В принципе, это не биоток. Просто красивый будет. Что приживется, пока он стартует еще только. Ну, вот. Это нашему подписчику Михаилу, благодаря, появился. Он уже с вебикусками там 2-3 кустика нам давал. А вот через него еще пришел к нам хинодорус из Амазонок. Это блехер, тысячелистник. Посерединке у нас, наверное, молодой рубинчик, скорее всего. Если потянет лист, то будет рубинчиком. Пока он покориентируется еще. Да, это у нас тысячелистник блехеря. А вот этот, который справа стоит у нас, это Вероника. Не надо, не надо, не надо, не надо путать его с Вероникой Ротая, которого еще называют триколором, который по форме похож на уругвайца, но у него молодые листья такие розоватенько, желтоватенькие бывают. Это вот чистая Вероника. Так что, это нестаянная путаница бывает. На тонком черешке короткий листик, на длинном черешке забавно все стороны растопливаются, он очень такой особенный, его легко отличить от других. Ну и роголист, никак же без него. Ну, золотушки отсюда уйдут, как бы. Надо как бы это сказать. Ну да, это они просто тут пока производили азотосодержащие удобрения. Да, кормили будущих растений. Ну и вот здесь тоже красиво у нас. Забросили сюда вкусмон такой. Так, ну и еще один сюжет про то, как делать удобрения. Ну это скорее даже не удобрение, это у нас самопальный питательный грунт, вместо всяких дорогих. Хоть сегодня не пятница, но настроение такое практически барное, поэтому сегодня решил барменом поработать. Взял земли немножечко, немножечко глины. И вот у нас есть кокосовое волокно для террариумов, убитое напрочь. Ну вот стандартное, как оно там, как оно там, кокобакос, я не знаю. Кокобарит. Ну, не пропадать же ему доброму. Поэтому мы берем, намочили земельку пару недель назад, чтобы она разбухла. Сегодня я потер туда в руках глины, перемешал, добавил. И сейчас кокосовые стружечки для разрыхления. И все это у нас будет бродить от месяца, а то и больше. И потом можно будет добавлять ложечку-другую в горшочки с гравием. И у нас будет питательный состав. Такой-никакой достаточно будет. Корни будут счастливы. Просто если сейчас сразу в это сажать, я боюсь, корни могут сгореть у растений. Поэтому мы дадем... То есть она бродить начнет, это брошка по сути. Ну да, иногда крышечка, если плотно закрытая, там, допустим, ведро из-под корма, захлопнутые щелочек. Клеводосик такой специфический. Ну, не знаю, как готовится клеводос, но в принципе, да. А я могу рассказать. Хорошо, потом расскажешь. У нас есть подписчики, которые еще лучше рассказывают. Понятно. Ну да, делитесь с товарищей опытом. Вот. Ну да, это тоже, можно сказать, продукт брожения. То есть реально определяем по запаху. Перестало вонять. Потому что иногда были случаи, когда я покупал... А земля, это собрано где-то, я не знаю, где-то Андрюша собирал землю, где-то в природе. Мешочек земли привез. В общем, где-то где-то... Я даже не знаю. Понятно. Я, честно говоря, раньше особо не мучился. Покупал в цветочных магазинах. Раньше была зима чуть получше. По составу, а сейчас покупаешь иногда мешок, а там половина керамзита. Да. Раньше я покупал в обычном магазине теру-виту какую-нибудь или еще что-нибудь. Только для... Не для овощных культур, а для цветочных. То есть для цветов брал землю. Иногда добавляю, иногда не добавляю что-то. В общем, все по настроению и из подручных материалов. Вот сегодня была глина, сегодня был у нас кокосовый субстрат. Мы его и добавили. Лет 20 назад пытался экспериментировать для разрыхления с чайными заварками. Почему-то советую, когда еще интернета не было, в доинтернетную эпоху. Ну, честно говоря, имеет право на жизнь. Нормально разрыхляется, но особого прироста листовой массы я не увидел, что между обычной землей или разбавленной чайной спитой заваркой. Так что вот, дерзайте. У каждого свой рецепт. Делитесь, рассказывайте. У нас и брашка, и реклама, какой-то там терра-мера. Они нам денег доложили за рекламу, да? А ты весь туда засой? Нет. Сколько брикетов. Кокосовый брикет вообще. Ну, тоже, конечно, размолоть. И еще сейчас перемешаем, что самое главное. Это же не зука, где просто добавь воды. Добавь воды и перемешай. Вот оно. А ты застал зука? Еще было юпи. Юпи и инвайт. И инвайт еще было. Просто добавь воды. Вот самый вкусный был инвайт. Вот, видите, земля. Тут кое-где глинка есть. И все это потихонечку перемешиваем до равномерной массы. И потом под грунт получается. Ну, нет, под стой воды и подкрыт. То есть она уже не будет бродить, когда перебродит. Да, сейчас она в ведре перебродит, а в горшочке уже не будет ни бродить, ни корм, ни обжигать. Будет такая самодельная, питательная у нас субстратина. Вот, честно, надо как-нибудь попробовать на этой штуке креветок подержать. Ни разу не пробовал. А, смысл? Пашка храняется, если побольше добавить торфика. Ну, есть же аквариум запуск на земле. Есть же очень много тем по запуску земляного аквариума. Ну, вот. Но можно попробовать. Ты именно такие же делаешь? Ну, просто, если готовые слои какие-нибудь, все-таки более-менее ППА-шки стабильные, то тут что получится, к одному Богу известно. Это такой жесткий эксперимент, можно, конечно, устроить, но пока не хочется. А чавка это какая-то красота. А, кстати, с ту рисунка вылезла. Вот с того, вот, вот, видео о сторисомах. Да, это вот, вот именно те, вот, самые первые, вот, которые мы, видос, снимали. Ссылочку вам даю. Вот они уже такие. То есть они 10 плюс сантиметров 10, наверное, да, такие вот. Тарапуза. Часть мы в растительный аквариум, туда большой, как бы, перенесли. Часть вот сюда. Размалываем земельку. Куски земли размалываем в руках. То есть все пропускаем через свои руки. Ты что в камеру тут это? Брызгаешь. Брызгаешься. Како, бяко, фуу. Да не воняет, не воняет. Фуу, сейчас все скажут. Фу-фу-фу. Не будем. Это питательные маски для рук. Кожа будет чистая. Ну, для лица я в нерезке. Нет, конечно, можно. Не, ну, слушай, вот когда цементом как бы занимаешься, после этого руки такие мягкие, ну, растворами. Никогда не за воду, как мешок цемента, развалился у меня на плече однажды. Не, ну, это сухое. Сухое. А я-то был мокрый. Это было лето и жарко. В общем, я напоминал памятник себя, с одной стороны. Ну, что, потом, опять же, волосы были еще длиннее. Так что было все замечательно. Такое бывает. Строитель дядя Яша. Ну, после института подрабатывать приходилось всем, чем можно. И строителям, и разгружателям, и загружателям. Так, ну, это мы сейчас убираем под аквариумы. И забываем. И забываем про него там, насколько надолго. Ну, сейчас, наверное, еще чуть-чуть. Так. Ну, друзья, вот, в принципе, вот так вот на сегодня все. Вот еще с турисомок маленьких посажу. Это мы досадили, это у нас третий пометик. Вот они здесь сидят у нас. А четвертый пометик у нас вот в 600-литровом аквариуме, который мы тоже там что-то хотим посадить, пока не знаем. Которые умные аквариумы, с компьютером который. Ну, еще отметали барбусы. Так обычно. Ну, вот видите, икру ее хорошо. Видим, должен. Ну, и, соответственно, вот из 16-ти нерестовиков они отметали только вот один и два. Ну, специально все-таки оставляют, чтобы показать себе, так что их здесь нету. Ну, соответственно, здесь воду сливаю. Вот, бежит туда. Достаточно многое. Воду сливаю для того, чтобы в инкубатор это все унести. Тоже ссылочку на видео, как вот, ну, не естить барбуса. Как это делаю, так оплепляю круг наверху. Ну, вот они, производители сидят. Ну, соответственно, вот здесь вот малючки вот. Ну, свет немножко плохой, поэтому... Так вот, ну, надеюсь, вот так вот видно их. Ну, и Сергей сегодня вообще. Это все дело со спернью и золотом, ну, из поворотов. Это достаточно сложная, да, достаточно сложная сортировка. Глупи, самцы и самки. Меченосцы красные и кубинцы. И мелкие рыбы, то есть получается 5 ведер, когда они. Вот, это все дело сортирует. Серег, вот, самочка здесь и пропустил. Это видишь самка, вот она, каков-то ты ее почему-то туда посадил. Ну, попалась, значит, ну, убираю. Да, к самкам. Это, видимо, ну, просто невнимательность. Сергей еще, как бы, ну, не очень опыт в плане сортировки. Ну, я думаю, что он, у него великое будущее. Ну, друзья, вот еще пометы барбуса. Я надеюсь, вы их увидите. Вот, как тут. Два миллиона сидят. Ну, особенно, что здесь вот много. Ну, вот они. Прям целые кучи их здесь. Ну, это вот тоже там 14 нерестовиков от нерестей. Да. Ну, конечно. Продолжение следует...